Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В течение суток вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены. На Купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины, а также иностранных наемников в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 3 пикапа. На Краснолиманском направлении пресечены попытки противника форсировать в темное время суток реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка Луганской Народной Республики. Российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. На Николаево-Криворожском направлении ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев и населенных пунктов Нововоскресенская, Безыменная и Трифоновка Херсонской области поражены подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины, а также формирование наемников иностранных регионов. За сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих и наемников, 8 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Ударами операционно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 7 пунктов управления в районах населенных пунктов Металловка, Дворечная Харьковской области, Ильичевка, Торецк, Яковлевка, Подгорная Донецкая Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области, а также 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены 3 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Червона-Долина Харьковской области, Новогригоровка Запорожской области и Березнеговатой Николаевской области. В районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Новоелезаветовка Одесской области уничтожены 2 пусковые установки украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение двум артиллерийским батареям в районе населенного пункта Глушковка Харьковской области и двум взводам реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Трифоновка Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Также в воздухе сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чайкино, Суханово и Кучерска Херсонской области, Новоселовка, Старомайорская, Луганская, Донецкая Народная Республика и Попасная Луганская Народная Республика. Кроме того, перехвачены 11 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймерс» и «Альха», а также 8 противорадиационных ракет «Харм» в районе населенного пункта Каховка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 324 самолета, 161 вертолет, 2278 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплексов, 5891 танк и другие боевые бронированные машины, 873 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3489 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6652 единицы специальной военной автомобильной техники. Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Сегодня около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции. Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими вооруженных сил Украины, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов. В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. Потери вооруженных сил Украины составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища. Кроме того, в течение суток артиллерии вооруженных сил Украины было выпущено 13 снарядов по северной окраине города Нергодар и территории прилегающей к атомной станции. Удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного вооруженным силам Украины. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме. Субтитры создавал DimaTorzok